Новая звезда Фейсбука. Чем прославился канадец из Альберты? Какой курс взял самый большой лайнер Старого Света? И уйдет ли Нью-Йорк под воду? Об этом и не только в нашем обзоре. Масштабный потоп в Нью-Йорке смоделировали американские графические дизайнеры. Под водой оказались знаменитая Уолл-стрит, вокзалы и авеню мегаполиса. Все очень реалистично, картина устрашающая. Это сделали, чтобы понять последствия глобального потепления для Большого Яблока. И такая катастрофа реально, считают ученые. Они уверяют, город уйдет под воду через лет 20, если уровень Мирового океана будет подниматься на 3,5 мм в год. Канадец Теунис Весел стал звездой Фейсбука, а все благодаря этому снимку. Мужчина спокойно подстригает лужайку, в то время, когда за его спиной бушует торнадо. Хладнокровного хозяина сфотографировала его жена. Подписала пост «Мой зверь косит траву с ветерком в волосах». Говорит, Теунис знал, что ураган близко, но от работы все равно не отказался. В эти дни мощный торнадо пронесся провинцией Альберта. В небе образовалась гигантская воронка. В свой первый рейс вышел самый большой круизный лайнер Европы. В спуске судна на воду принимал участие даже президент Франции Эммануэль Макрон. Судно «Мировилья» направится по курсу Лиссабон, Барселона, Марсель и Генуя. Строительство 19-палубного лайнера обошлось в миллиард долларов. Его длина 315 метров, а все каюты повышенного комфорта. Турецкие болельщики футбольного клуба «Бешикташ» с размахом отпраздновали чемпионство своей команды. Провели парад в Стамбуле, но не сухопутный, а морской. Стадион «Бешикташа» расположен на берегах Босфора, поэтому тысячи болельщиков сели на катера и небольшие судна. И вдоль пролива прошла целая флотилия. На воде свободного места не было. «Бешикташ» в 15-й раз стал чемпионом Турции. В Париже состоялись гонки дронов. Соревновались 36 операторов-беспилотников, сильнейших в мире. Организаторы оборудовали трассу для гонок прямо в тоннеле под Триумфальной аркой. На дистанции 600 метров установили полосу препятствий. Победителем стал юный немец Никлас Золе. Следующий этап запланирован на середину августа, а финальная гонка состоится в Берлине. ЧП в американском городке Агаста, штата Мэн. На городскую администрацию напали клопы. Насекомых столько, что власти вызвали дезинсекторов. Атака паразитов не случайная. Один из жителей специально запустил насекомых в здание. Хотел отомстить. Когда-то городские власти отобрали у него жилье. Как раз из-за клопов обвинили хозяина в антисанитарии. Санитарии.